Приехал вечером, поставил машину, все выключил, закрыл двери и поставил на сигнализацию. Прихожу утром, пытаюсь запустить. А нет. Аккумулятор сел, да так что даже стартер не крутит. Что делать? Как найти причину? Приветствую. Усаживайтесь поудобнее, сейчас расскажу как проверить аккумулятор и найти причину его разряда. Сразу скажу, канал на ютубе называется Автотема, и сейчас ты его смотришь. Итак, начнем наш сегодняшний ликбез. Если плохо запоминается, то берите ручку и записывайте. Для начала нужно убедиться, что сам аккумулятор нормальный, то есть имеет правильную плотность, заряжен и хорошо держит нагрузку. Проверяем плотность, нормальная плотность электролита 1,27-1,30 грамм на сантиметр кубический. Зависит от климатической зоны и температуры за бортом. Измеряется плотность на полностью заряженном аккумуляторе и при комнатной температуре. Ставить аккумулятор на зарядку, заряжать надо током в одну десятую от его емкости в течение 10 часов. То есть если аккум емкостью 60 ампер часов, то ток заряда делаем 6 ампер, и постепенно снижаем его по мере заряда аккумулятора. При зарядке электролит будет кипеть, старайтесь следить за этой реакцией и не допускайте перегрева батареи. Итак, аккум заряжен, дайте ему отстояться 5-10 часов, после чего сделайте замер плотности. Плотность проверяется ариометром. Если окажется, что она ниже чем 1,27, то можно сказать, что аккумулятор дохлый, и нужна его замена. Дополнительным признаком нормального заряда служит напряжение на его клеммах. После того, как он отстоялся несколько часов, сделайте замер напряжения. Оно должно быть от 12,5 до 13 вольт. Такой аккум считается заряженным. Далее, если есть нагрузочная вилка, проверьте падение напряжения под нагрузкой. Напруга не должна проседать ниже 10,5 вольт в течение 5 секунд под нагрузкой. Так, плотность проверили, напряжение проверили. Если все в норме, то двигаемся дальше. Ставьте аккум на машину. Одну клемму подключаете к аккумулятору, вторую подключаем последовательно через амперметр. Теперь нужно выключить все потребители в машине, закрыть все двери, поставить на сигнализацию, предварительно зажав концевик капота. То есть нужно сымитировать состояние покоя автомобиля, как будто вы его оставили на ночь. Дальше ждем несколько секунд, пока сигналка возьмет под охрану все датчики и погаснет подсветка в салоне. И смотрим на значение тока утечки. Этот ток не должен превышать 60 мА, 0,06 на шкале амперметра. После такой проверки у вас останется два варианта, либо ток утечки в норме, но аккум все равно разряжается за ночь, значит либо капец аккумулятору, либо вы забываете что-то выключить в своей тачке. И либо ток утечки больше, чем положено, например 200 мА, и тогда нам нужно идти дальше. Проверяем последовательно все энергопотребители. Начинать нужно с самых основных. Это сигнализация, автомагнитола, генератор, обогрев заднего стекла, прикуриватель и все, что туда включается. Бывает, например, залипает реле на обогрев стекла, и этот обогрев постоянно жрет ток с аккумулятора. Как все это проверить? Просто, вытаскиваете один предохранитель, например от магнитолы, и заново проделываете процедуру проверки тока утечки. Если все в норме, то возвращаем предохранитель на место, вытаскиваем другой и снова повторяем процедуру замера тока. И так до тех пор, пока не получим нормальный ток утечки. Причиной разряда может быть и сам генератор. Если в нем будет пробит один диод, то генератор будет давать заряд, но в меньшем количестве, а вот ночью будет высасывать из аккумулятора всю напругу через пробитый диод на обмотку. Проверить тоже можно. Аккуратненько отсоедините плюсовой разъем от генератора и заизолируйте его. Потому что этот провод во многих авто идет на генератор напрямую с аккумулятора, без всяких предохранителей. И когда снимите, снова замерьте ток утечки. Если он пришел в норму, значит гена неисправен. Вот так. Вроде бы немного рассказал. Что еще может быть? Бывает саморазряд аккумулятора, но это тоже свидетельствует о его неисправности. Возможно уже осыпались пластины и он просто не держит заряд. Может быть в электролите слишком много грязи или недистиллированная вода. Кстати, если давно не снимали батарейку и не ставили на заряд, то возможно, ей просто не хватает зарядки в течение дня. Например, в тачке стоит мощная аудиосистема, и при работе она жрет много ампер, генератор не справляется и батарея не заряжается, а наоборот разряжается во время поездки. В любом случае чудес не бывает, и причину разряда всегда можно найти. Кому что непонятно, пишите. Удачи на дорогах, будь осторожен.